В течение трех дней на этом путепроводе смонтируют 25 балок и основное тело маленького путепровода будет собрано. Далее строители приступят к обустройству будущей дороги, а именно к установке защитных слоев и переходных зон. Он у нас как по графику шел, в более раннем графике по монтажу так и идет. На большом путепроводе, бывшем восьмипролетном, который сейчас станет трехпролетным, там продолжаем работы по возведению верхних частей опор, чтобы после майских праздников тоже приступить уже к монтажу пролетных строений. Для устройства трамвайных путей строители сформируют отдельный конструктив. На него в дальнейшем будет укладываться шпальная рельсная решетка. Рельсы расположат на одном уровне с проезжей частью. Напомним, мост был закрыт ровно год назад. По окончании работы здесь каждая из сторон будет включать в себя три полосы движения транспорта, две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Запустить обновленный мост планируют в ноябре 2023 года. Сроки обещают не сдвигать. Дмитрий Дроздов, День с толком.